В гидропарке построили качалку для общественного пользования. Каждый теперь мог приходить сюда и тренироваться бесплатно. Металлический зоопарк расположился в Тите Старых Осакори недалеко от пляжа, на территории в полтора гектара. Рельсы, блоки, противовесы, металлические блины, вся эта неподъемная хрень шевелилась и звенела, пугая вороны нечистых духов. Железная фауна подразделялась на подвиды и семейства. Амбалы-ветераны с подозрителем наслаждениями инструктировали новичков. Чтобы получить консультацию, нужно было подойти к снаряду и сделать задумчивое лицо. Амбал-инструктор появлялся неожиданно, как плохие новости. Мужик, это для трапеции, смотри сюда, садишься, бля, хуячишь восемь раз. Для начала рекомендую три подхода. Спину прижми, бля. Халява доступности навязчиво с консультацией настораживала. Если это не вербовка, то что тогда? И зачем вербовать туда, где и так хорошо? Все должно быть наоборот. Очередь из желающих и пускают не всех. Что-то было не так в этой амбальной церкви, которая все больше напоминала секту. Я вспомнил, как меня когда-то вербовал амбал Александр. Амбал Александр подрабатывал натурщиком в Ахадемии художеств, где я учился. Наш профессор, руководитель мастерской Татьяна Ниловна Яблонская, страстная женщина, любившая все красивое, часто брала его на академические постановки. Амбал Александр был породистой помесью нордической и античной красоты. Гибрид Лаенгрина и Антиноги. Греческий профиль, пухлые губы, яркие синие глаза, длинные светлые волосы, вьющийся как растительный орнамент. Так бы мог бы выглядеть Александр Македонский, если бы он качался и вертелся перед зеркалом. В доме амбала Александра зеркало занимало целую стенку. Под зеркалом стояла скамейка дизайна Джо Вейдера для накачки пресса, штанга и увесистые гантели. Амбал Александр подсоивал мне фотографии Шварценеггера, как маньяк-одиночка, порнуху-малолетка. Вербовка отягощала наше приятельское общение. Я пообещал ему начать тренировки, чтобы он отъебался. Амбал Александр обрадовался, снабдил меня методическим руководством и отвалил. А я забыл об обещании и потерял заветную бумажку. Мы случайно встретились на улице через пару месяцев. «Ну что, начал качаться?» – спросил он строго. «Ага», – соврал я. «Что-то не видно», – сказал он. Взгляд его излучал снисходительную брезгливость. Так врач смотрит на нерадио пациента дебила. «Доктор, у меня в языку заноза. Я пиздулый зам». Вона была на заборе нарисована. Однажды он позвонил и попросил приехать. Голос ему был необычен. В нем была тоска и жалость к себе, выпущенная наружу. Я достал его на кухне. Он сидел, уронив голову в салат, в обществе едопитой водки. Ему было грустно, а от него ушла девушка. Я допил водку, чтобы не оставлять друга в опасности и утешил его как мог. «Не грусти», – сказал я. «Посмотри на себя в зеркало. Видишь, какой ты классный? Если она ушла от тебя, значит, она дура и нечего переживать. Если бы она ушла к другому амбалу, еще более здоровому, чем я, я бы понял», – сказал амбал Александр. А он какой-то студент, худой как глядист, еще и наркоман. После института мы перестали видеться. Однажды я встретил его в зоопарке. Я гулял с дочкой, а амбал Александр ухаживал за медведем. Он кормил его и чесал за ушами. Медведь ворчал, переворачивался на спину, махал страшными лапами, просил почесать мохнатый живот. Оба выглядели счастливыми. Нам с дочкой хотелось к ним. Амбал Александр увидел нас и сказал банальность через решетку. Звери лучше людей вызывался он. Они, по крайней мере, знают, чего хотят. Оба медведь и амбал Александр исчезли при загадочных обстоятельствах. Медведь был объявлен в розыск, как опасное животное, а амбал Александр – как пропавший работник зоопарка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Следователь Майстренко учуял связь между человеком и зверем и предположил преступление – кражу медведя с целью нажима. Были допрошены предположительные покупатели медведя. Цыганин и артисты бродячего цирка. Допросили даже цыганского оборона Васю Барбару. Вася явился на допрос в собольной шубе. Золотой бог, распятый на золотом кресте, прятался в густой черной шерсти на Васиной груди. В правой руке Вася держал трость с золотым забалдашником в виде головы медузы Гаргоны, а в левой – кубинскую сигару Ромео и Джульберка. «Ты что, сюда жениться пришел?» – спросил следователь Майстренко и выкинул сигару в зарешочитое окошко. Вася сообщил следователь, что современные ромы медведями не интересуются. Их больше занимают мерседесы и наркотики. Но подчиненные ему цыгане такой херней не занимаются, потому что все эти семейные люди платят налоги и голосуют на выборы, а за других он не отвечает. Допрос циркачей тоже ничего не дал. Все они были укомплектованными медведями по полному штату. В квартире Амбала Александра произвели обыск, но не нашли ничего, кроме гантелей, штанги и зеркала. Амбал Александр и медведь бесследно исчезли. Директору зоопарка объявили выговор, а дело перекочевало в реестр нераскрытых преступлений, так называемых висяков. Тайны беглецов так и осталось бы нераскрытой, если бы не удав. Удав – это кличка одного из героев романа. Кахибистскому институту, где удав работал младшим научным сотрудником, поставили задачу – вывести новую породу собак для служебного использования. Требования, придавляемые к новой породе, на первый взгляд, казались несовместимыми. Животное должно было быть свирепым, но при этом выглядеть, как комнатная дамская собачка. Узкая специализация данной породы заключалась в устранении объектов, проще говоря, точечном дискретном убийстве. Имеющиеся бойцовские породы не годились. Они были неуправляемы, агрессивно реагировали на других собак, а главное – они были слишком заметны. В случае чьей-то покусанности подозрение прежде всего падало на них и их владельцев. Тогда как никому не придет в голову связать сидящую в кафедамочку с пуделем с обгрызенным трупом джентльмена на соседней улице. Исходным материалом для новой породы были выбраны пудель и волк. Убийственный гибрид названий «Пува» и засекретили. Отдел информации с энтузиазмом собирал сведения о самых смертоносных волчьих популяциях. Надежные источники офицеров ГУЛАГа сообщили о концентрации хвостатых людоедов на севере Свердловской области. Западная Сибирь, восточная подножить Северного Урала. В районе города Игдель. В небольшом райцентре, окруженном лагерями и глухой тайгой. Обитатели зон особого режима – солнышко, черный беркут и полярная сова – занимались лесозаготовками. Несколько поколений волчьих стай выросли на их жестком мясе, иногда приправленном срочным мусорским десертом. Сведения источникам надлежало проверить на месте, как всегда в командировку послали удава, как самого молодого. Старшие товарищи трусливо ссылались на наличие детей, а ровесники все почему-то оказались на больничном. Импульсивный и романтический удав перечитал Маугли, получил командировочное и расписался в ведомости. По дороге в бухгалтерию он напевал «Навстрече утренней заре, по ангаре, по ангаре». Оказавшись на месте, удав первым делом отправился в магазин. «Дайте водки», – попросила монголоидную продавщицу. Продавщица улыбнулась, щелкнула железными зубами и посмотрела на удава, как на идиота. «В этом месяце уже завозили», – сказала она, – «кому-то сами не знаете». «Это два коньяка», – не растерялся удав, – «вон у вас на полке стоит». Просьба удава влипла в вязкую тишину, как тапок в говно. Одинокая муха нарезала восьмерки вокруг лампочки. Два аборигена манси вышли на улицу, чтобы не расплескать индейскую сдержанность. Железнозубая тетка грохнула коньяком об прилавок и отвернулась, демонстрируя брезгливое отчуждение. «Пить коньяк считается за подлога», – сказал Аббал Александр. «Здесь его даже бабы не пьют». «А кто же его пьет?» – спросил удав. «Пидорасы», – сказал Аббал Александр. «Ты откуда здесь взялся?» «Да так, в командировке уклончиво», – сказал удав изо всех сил, стараясь не выдать государственную тайну. «А ты какого хрена? Тебя дома ищут. Говорят, и медведя спиздю». «Я вообще-то продукты пришел купить», – сказал Аббал Александр. Он подкрепил свои слова покупкой вафель Артек, печенье «Привет», сладкой газировки «Дюшес» и запихал харчи в арбейский миш-мешок. Опасная кошачья медлительность появилась в его движениях. Он больше не был похож на Александра Македонского из дома моделей. Локоны исчезли, щеки заросли бородой. Новый Аббал Александр выпоминал персонажей русского художника Константина Васильева. Тот рисовал победительных славянских красавчиков, пока его самого не задавил поезд. Похожие на плакатных нацистов, русские витязи выдавали тайные мечты и комплексы художника. Он конструировал свое фэнтези, игнорируя корявую русскую реальность. В тайне он осознавал, что никаких славяно-арийских красавчиков в природе не существует. Это доставляло художнику страдания. Он больше не хотел жить в несовершенном мире грубых и некрасивых кацапов, гадящих на его мечту. Художник сам уложил себя под поезд, чтобы прекратить боль. Он умер, так и не узнав, что созданный им персонаж существует в единственном экземпляре. А Аббал Александр, ввиду своего невежества, не знал о существовании художника, который его придумал. — Расскажи мне все, — попросил удав. Они вышли. Русский мир, холодный и ненадежный, дурим в лицо. Два аборигеноманси курили, сидя на корточках, подпирая магазин ватными спинами. Молчаливые острухие собаки хвостами приглашали пойти к ним и к реке. — Хотя, каких черту собаки? Серые уши торчат, хвосты висят, глаза желтые. — Несискал Амбал Александр. — Это у них собаки такие. Волки больше раза в два. Они спустились к реке. Пьяные русские тетки резлились в воде недалеко от берега. — Танцевать пойду, трусы испущу. Кого для ней, того пущу. Пери о ней. Удав достал коньяк и плавленый сирок. — Так это, давай, — сказал Амбал Александр и влив в рот полбутылки. Он рассказал, что любил девушку. А она от него ушла к какому-то хилому студенту. Он какое-то время переживал, сел на стакан. Но потом взял себе в руки, возобновил тренировки и даже завел новую девушку. Та какое-то время терпела его нарциссизм и пыталась обратить на себя внимание. Но Амбал Александр по привычке больше смотрел в зеркало, чем на нее. В конце концов терпение девушки иссякло, и она бросила в зеркало утюгом, чтобы Амбал Александр перестал быть бесчувственным чурбаном. Утюг проводил стены и убил старую женщину в соседней квартире. Девушку увезли в дюрьму, Амбал Александр опять сел на стакан, увлекся славянами, стал неаккуратным, молился деревянными долами, беседовал на кухне с тараканами. Однажды ему приснилась убитая старуха. Она ехала верхом на медведя. В одной руке у нее был утюг, а в другой надкушенная пирожная. Старуха приказала Амбалу Александру идти в зоопарк. Амбал Александр послушался и отправился прямо к медведю. Они посмотрели друг на друга. Амбал Александр вжег синим цветом нардический глаз, коричневые глазки зверюги. Оба почувствовали связь, возникшую между ними. Амбал Александра поразила духовная наполненность медведя. Весь день он провел у клетки. Медведь не обращал на посетителей внимания. Он бросался с разбега в бассейн, швырялся тяжелыми дубовыми колодами, переворачивался на спину, махал лапами, драл когтями засохшее дерево и лупил висящие на цепи старые покрышки. В этом не было ни суеты, ни скуки. Ему не нужны были музыка, телевизор и прочая хрень, которую суют вовнутрь, чтобы заполнить страшную пустоту. В своей тюрьме медведь был свободнее, чем люди по ту сторону решетки. В последнее время Амбал Александр чувствовал, что окончательно запутался. У него создало решение пойти к медведю в ученики. Он послал подальше братьев-славян и устроился работать в зоопарк. Это было нетрудно. Так как опекать медведя никто не хотел. Даже старая опытная тетя Зина, заходившая к тигру со словами «Амур, кица, вставай, я уже насыпала, да иди уже пьять писем охудоба!» не соглашалась работать с 500-килограммовой зверевой. Нигде был из породы грязни. У себя на родине, в лесах Северной Канады, они вырастают в 800-килограмм. Среди сородней человек бы проканал, как подросток средних размеров. Зверям Амбалу Александру обрадовался. Отзял его в ученики без благодарительного срока и прочих понтов, потому что делать его было абсолютно нехрен. Прежде всего медведь научил его медвежьему языку. Тонкая комбинация звукови телодвижений и медвежьей письменности, простых сигналов, подаваемых говном, клочками шерсти и отметинами от когтей. Он учил Амбала Александра, как получать силу из камней, воды и деревьев, как по желанию чередовать пустоту и наполненность, следить за зубами без помощи щетки, а также как точить когти и ухаживать за шерстью. Так на всякий случай. Может быть он думал, что когда-нибудь Амбал Александр мутирует и перестанет быть симпатичным без волоса бурона. И отучил его от амбальского нарциссизма. За каждый подход к зеркалу Амбал Александр получал штрафное очко и должен был чесать медведю живот, пока тот не говорил «хватит». Он объяснил Амбалу Александру, что корректировать свою красоту с помощью зеркала может каждый дурак. Настоящее мастерство состоит в том, чтобы всегда быть красивым без всякого зеркала. Но доказательство чего привел самого себя. Амбал Александр окончательно перезерился к медведю. Вылезал он оттуда только, чтобы справить нужду, помыться в душе или сходить в магазин за лакомством. Руководство зоопарка считало Амбала Александра блаженным, но при этом гордилось и извлекало коммерческую пользу. Календари и открытки с изображением медведя и Амбала Александра в обнимку стали визитной карточкой зоопарка. Картинки напоминали иллюстрации книгам про пиздец, издаваемые сектой свидетелей Егора. Никто не предполагал, что в этой приторной потемкинской деревне зреет коварный заговор. Амбал Александр рассказал у даму, что они с медведем решили убежать, как только стали понимать друг друга. Медведь хотел бежать в лес. По его мнению, лес начинался там, где заканчивался зоопарк. Амбал Александр объяснил ему, что никакого леса там нет. А бежать нужно в Сибирь. Там тайга, а это для медведя самое подходящее место. Они убежали июльской ночью. Амбал Александр заранее угнал грузовик и спрятал его в ближайшей подворотне. Беглецы благополучно добрались до станции Киев-Товарная и сели в уютный товарняк, едущий на восток. Так как товарняки идут короткими перегонами, им приходилось часто пересаживаться. Железнодорожники сочувствовали и помогали отставшим от цирка артистам, едущим на бар. «Так мы сюда и приехали», — сказал Амбал Александр. «Я вообще-то хотел дальше двигать, но ему здесь понравилось». «Понимаешь, ему кочевая жизнь надоела. Он хочет стать статусным стационарным медведем, а не шатунном маргиналом. Давай еще ебнем. Давай, сказал Амбал Александр. А где он сейчас?» «Там в лесу», — сказал Амбал Александр. «Вот вафлей закуси. Это я ему купил». «Он еще звущенки хотел, но ее пока не завезли». «Он статусным медведем. А ты что делать будешь?» — спросил Удав. «Да вот, думаю, дальше на восток податься», — сказал Амбал Александр. «Я тут узнал, что на Байкале Аша Амбалова организовали. Но пока не могу его бросить. Он хотя и мудрый, но еще молодой и неопытный. Иногда совсем дурак бывает. Он уже осень скоро, а он не знает, как берлогу строить. Вот научу его и поеду. Я тебя с ним познакомлю». «А он меня не укусит?» — спросил Удав. «Да нет, он же не собака, чтоб кусаться. Если что не так, просто голову оторвет». «Ну ты не ссы. Я ему скажу, что ты мой старый товарищ, и вы подружитесь. Я тебя попросить хочу, чтобы ты иногда его навещал. Ты же в этих местах бываешь. Ну, может, что-то надо ему, то-то, сё. Мне как-то спокойнее будет». «Конечно», — сказал Удав. «Может, не волноваться. Я медведей люблю». «Только я не пойму, зачем тебе переться в такую даль, в какой-то пиздоватый ошвам? Ты уже все про Амбалов знаешь, сам можешь инструктором работать. Что-то может быть такого нового». «Эх, у них все по-другому», — сказал Амбал Александр. «Мотивация другая». «А какая такая хитрожопая мотивация?» — сказал Удав. «Подкачался, в зеркало посмотрел, подрачил на самого себя. Опять подкачался. «В том-то и дело», — сказал Амбал Александр. «У них там зеркал вообще нету». «Они не для того качаются, чтобы быть красивыми». «А ты чего же?» — спросил Удав. «А ты подумаешь», — сказал Амбал Александр. «Все тебе надо разжевывать и в рот класть». Удав хребнул коньяку и надел умное лицо. Грустное солнце коснулось леса на холме за рекой. Прыгнувшая рыба вспыхнула над водой. Дикие речные тетки вылезли на берег и надели на шевелящиеся тело выцветшие женские трусы. Тетки пели водку, плясали и пели песню, величественную и жестокую. «Славное море, священный Байкал, хуй тебе в жопу, чтоб ты не скатал». «Я сдаюсь», — сказал Удав, «чтобы быть похожими на того, кто нас создал, пьянь», — сказал Амбал Александр.